Спонсорами настоящей программы являются друзья и партнеры Kingdom Connection. Я хотел бы поведать вам сегодня о нескольких моментах касательно непредвиденных испытаний. Ибо не только римские солдаты размахивали кнутом в тот день, не только римские солдаты вгоняли ожавые гвозди в руки его, на самом деле не только римские солдаты хлестали его по щекам и плевали ему в лицо, это был ты, это был я. Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Не римские воины сделали это, это был ты, это был я. Он продолжал говорить, и ранами его мы исцелились. Я думал о том, как они схватили Иисуса и о том, что в Библии сказано о его распятии. Они избивали его, и вам знакома история о том, как они избивали его до крови. Если вы возьмете Библию от Бытия до Откровений и проследите, то заметите струю крови, потому что Библия буквально наполнена упоминаниями о крови Иисуса Христа. И когда я снова размышлял об этой истории несколько дней назад, то представлял себе его пролитую кровь, и насколько он был ослаблен потерей крови и недостатком сна. Они нещадно били его, а затем, как говорит Библия, положили ему на спину крест. Он мог весить около 80 фунтов, по 40 фунтов каждая перекладина. Иисус, как сказано в Библии, нес крест. Он нес эту тяжесть на своей спине по Виа Долороса. Я думал о том, как Он нес этот крест в тот день. Он нес его для вас и для меня. И Библия говорит, что, будучи слабым и истощенным, в конце концов, Иисус упал под его гнетом, под гнетом креста. Он дошел до того, что от потери крови ослабел настолько, что наш Спаситель, твой Спаситель, споткнулся и упал под тежестью креста. Тот, кто сказал и вам, и мне, «Я не позволю вам быть искушаемыми сверх того, что вы способны вынести, но с каждым искушением Я дам вам путь спасения». Откуда Он знает, сколько именно мы можем вынести? Когда мы упадем, когда мы не сможем идти дальше, как Иисус, который рухнул под тяжестью Своего креста. Иисус Христос дает нам понять, «Я знаю, когда вы уже не можете идти дальше», потому что Он падал на землю на пути скорби. И все вы, кто слушает меня сегодня, вы говорите, «Я бы хотел жить так, как говорят на этой конференции под названием «Вперед!». Но у меня не получается. Я не могу жить так, так я хочу. Я скатываюсь назад. Я не могу жить так, когда вокруг появляются мои школьные друзья. Я не могу прекратить вечеринки. Я не могу бросить пить. Я дал слабину, и теперь эти желания победили меня. И я не могу жить настоящей христианской жизнью. Хорошо. Я хочу, чтобы вы вспомнили слова Иисуса. Я знаю, когда ты больше не можешь идти. И когда, тогда, когда вы чувствуете, что надежды нет, когда вы чувствуете, что не можете быть тем, кого ожидает Иисус, Он и зальет на вас Свою благодать. Он даст вам дополнительные силы, если вы внемнете Его Слову и будете уповать на Него. Он всегда будет там, где грехи забилует. Но благодать делает гораздо больше и дает каждому достаточно сил, чтобы двигаться вперед. Вы говорите, Иисус не может меня спасти. Я не могу измениться. Я всегда скатываюсь обратно. Но я скажу вам, вы можете измениться. Вы можете измениться. Вы можете прийти ко спасению. Кто убеждает вас в обратном, тот лжет. Вы сможете измениться. Вы сможете справиться с этим. Вы можете спасти силой Креста. Актриса Майли не говорит вам правды. Это не отрицательный знак, когда вы приходите к Иисусу. Он не отвергает вашу жизнь и вас. Это знак плюса, когда вы приходите к Иисусу. Он обогащает вас жизнью с избытком. Мне не приходилось, чтобы что-то в жизни бросать без того, чтобы Он не дал мне ничего лучшего взамен. Крест — это дополнение. Это не то, что отнимается у вас. Сдаться, чтобы пустить в вашу жизнь Иисуса — это дополнение, а не вычитание. Я теряю друга, а он ничтожество так или иначе. Я теряю моих старых друзей. Они будут плевать на вас, когда вы спотнетесь. Вы получите небеса. Вы обретете Христа. Вы получите свободу. Восхвалите Бога, если вы верите в то, что я говорю правду. Именно в этот момент Иисус не смог идти дальше, когда от усталости Он сказал себе, «Мне слишком тяжело». Все остальные имеют пари, прохлаждаются на вечеринках. «А почему я не могу?» Все вокруг прелюбодеевствуют. «Почему я не могу?» Все делают это даже в молодежной группе. И затем они идут в церковь, понимают свои руки, ведут себя, как будто этого не было с ними. «Почему я не могу?» В Библии сказано, что именно в этот момент, когда Иисус рухнул под тяжестью креста и не мог идти дальше, в толпе присутствовал один человек. «И мне нравится, как о нем написано в Библии». Некий Симон. Некий Симон. Это было необычно. У него была особая роль в его жизни. Он имел определенную цель в его жизни. Возможно, здесь, в этом зале, есть кто-то один, кому Бог взывает моим голосом. Возможно, это имеет значение только для одного человека из пришедших сегодня на эту конференцию, а не для всех. Это все может быть для одной юной леди, все, что я говорю, для одного юноши, для одного человека. Там был один человек. Симон Корейнянин, как сказано в Писании. И я хочу, чтобы вы это поняли. Писание говорит, что он шел туда без намерения быть выбранным. Он пошел туда слиться с массой тысяч людей. Он никогда не хотел нести крест Иисуса. Он просто хотел посмотреть на это зрелище, увидеть Иисуса. распятым на кресте. В Библии сказано, что когда Иисус упал под тяжестью креста, римские солдаты выхватили человека из толпы. Он никогда и не помышлял оказаться на этом месте. Некий Симон из Кириани был выбран из тысячи зрителей. Иисус уронил... Иисус уронил крест перед собой, и... прозвучал вопрос, который я хочу задать и вам. Понесешь ли ты его крест? Вы этого не ожидали? Тогда подписывались на эту конференцию, не так ли? Вы не подумали, что среди этих всех людей Бог указал именно на вас? Но понесешь ли ты этот крест? Взвалишь ли ты его на свою спину? Сможете ли вы пронести этот крест через всю жизнь? И станете ли вы это делать? Я не имею в виду, что вы должны таскать на себе что-то тяжелое. Но я говорю, что вы можете нести крест и не стесняться имени Христа. Это ваш крест. Вы можете сесть обратно, но это ваш крест. Господь нуждается в молодых людях. Господь нуждается в молодых девушках. Господу нужны те люди, которые без стыда понесут его крест. Богу нужны молодые люди. Нужна молодая девушка или молодой юноша, чтобы нести его крест. Я хочу спросить из присутствующих здесь сейчас. Кто-нибудь занимается футболом? Я знаю. Ты знаешь, как играть в футбол? Подойди сюда, футболист. Давай, давай. Давай сюда. Понесешь ли ты его крест? Не посыдишься? Ты понеси его крест. Когда вы заканчиваете гонять мяч, все хотят как следует оторваться на вечеринке. Когда игра заканчивается, все расходятся по таким и таким-то домам. Они вдруг матерям врут, умалчивая о том, куда идут, где их уже ждет алкоголь и пара сигарет с марихуаной. Чем вы там за тебя занимаетесь? Вы несете крест? Ты понесешь его крест? Ступай теперь. Ступай теперь. Понесешь ли ты его крест? Ты знаешь, что еще нам нужно? Спасибо, сынок. Это твой крест. Интересно, я могу провести аналогичный пример какую-нибудь девушку, потому что женщина тоже может нести крест. Если здесь девушка, которая может сказать, Джентезен, у меня нет отца, он оставил нас, и теперь у меня нет отца, если это про вас, то подойдите сюда. Вот еще один крест. Он здесь. Возьми его. Вот и хорошо. Ты хочешь крест нести, дитя мое? Подойди. Возьми. Ты хочешь крест? У тебя нет отца? Возьми. Теперь у тебя есть крест. Достаточно. У меня закончились кресты. Я хочу кое-что объяснить насчет этих крестов. Если ты несешь этот крест, то с ним придут и предрассудки. Иногда тебе придется выбирать между тем, чтобы быть популярным, крутым, и своим парнем, и тем, чтобы нести крест. Тебя будут принимать далеко не все. Тебя не будут приглашать на каждую вечеринку. Вот в чем дело. Вот я пытаюсь сказать, вы все сейчас стоите здесь. Одно дело носить крестик на шее, и совсем другое нести свой крест по жизни каждый день, взваливая его на себе, на себя, на свои плечи. Со словами Иисус Христос, я не играю в крест Богом. Сегодня я встаю и собираюсь быть другим, чтобы моя жизнь изменилась. Мы не безразличны. Если надо, надо мной будут смеяться. Я понесу твой крест сегодня. Я готов. Я сейчас. Сейчас. Вам нужно понять, когда вы действительно становитесь христианином. Не просто начинаете говорить о христианин. Не просто смиренно стоите в церкви. Но когда вы обретаете Бога внутри себя, и когда несете свой крест, и даете понять это всем на ваших вечеринках, вы входите в дом, а они курят. Громко играет музыка. А вы входите в дом с большим старым крестом. Вы знаете, что произойдет? Все разбегутся, как тараканы. Подойдите сюда. Мне нужен молодой человек. Встаньте прямо там. А то нам плохо видно друг друга. Возьмем молодую юношу, девушку. Подойдите сюда. Смотрите. Вы смотрите хорошо. Давайте представим, ребята, что вы на свидании, и все проходит замечательно. И однажды вечером вы вдвоем едете, идете на свидание. Вы сидите на заднем сиденье автомобиля, и звучит ваша хорошая песня. Все замечательно, но кое-что нужно сделать. Очень трудно. Я говорю сейчас о наших крестах. Потому что мы все знаем, что руки юноши вечны стремятся туда. Если вы не можете нести ваш крест, если действительно умеете нести свой крест, что огорчает меня, как это делает Ладди Гага, которая будет через пару недель давать выступление в этом зале. У нее есть одна песня в клипе, на которую она вульгарно кладет крест на свой пах. Но я хочу сказать, что крест и вульгарность несовместимы. Он входит в нашу жизнь. Он присутствует. Он принадлежит. Он проявляется во всем. Вы можете взять крест, дорогая. Я хочу знать. Я хочу знать. Вы, молодые девушки, у которых нет отца, вы будете иметь нести, хотите свой крест нести, когда вы покинете это мероприятие, скажете ли вы, «Боже, я знаю, что у тебя появилась цель для меня, для моей жизни». Никто не знает, что Бог приготовил именно вам. Никто не знает, для чего именно вы нужны Ему. Никто не расскажет, как Бог собирается использовать вас. Не рассказать о том, как Дух Святой будет направлять вашу жизнь, когда вы несете свой крест. Никто не знает, что враг сделал для вас, отняв у вас отца. Бог возместит вам. Он действительно подарит благо через испытание. Это сила креста. Вы будете нести свой крест. Несите свой крест обратно на ваше место. Поприветствуйте его. Поприветствуйте его, пожалуйста. Нам нужно, чтобы матери и отцы оставались вместе. Нам нужно, чтобы матери и отцы не позволяли дьявола под названием развод раздирать на части их дом. Иногда вы совсем не нравитесь друг другу, иногда вы действуете друг другу на нервы, и что-то время от времени кажется последней каплей. Но что, если я попрошу вам вас поднести его крест во имя своей семьи, своего брака, своих детей? Несите его крест. Непределение испытания. Вы знали, что Бог может кого-то использовать? Вы знали, что Он может использовать вас для того, чтобы помочь Ему нести крест? Может быть, кто-то родился именно для этой цели? Может быть, Он рожден именно для этого момента, когда Он вступает перед десятком с лишним тысяч студентов? Возьмите крест Христа. Спасибо вам за то, что вы берете этот крест на себя. Описание рассказывает нам о Неймане, получившем исцеление от проказы. Здесь есть студенты колледжа. Кто-нибудь собирается отправиться в колледж? Может быть, здесь есть первокурсники? Подойдите сюда. Захватите этот крест. Вас двое, это замечательно. Пойдем, студенты колледжа, встаньте и возьмите этот крест для всех студентов колледжа. Я хочу дать вам его. Прислушайтесь к этому. Просто возьмите этот крест прямо сейчас. Есть история во второй главе царства на Неймане о том, как Он исцелился от проказа. Как много из вас помнят, Он окунулся семь раз. Проверьте это. В Ибрии сказано, что после того, как Он исцелился, Он пошел и нагрузил Своих мулов илом из реки, в которой очистился, и избрал их с собой из Сиера. Он молился и сказал, «Боже, теперь я хочу задать один вопрос. Я только, чтобы был спасен. Я только, что получил целительные омовения. Я только, что получил очищение, и теперь я должен вернуться в языческое место в Сиера». Они не чтят Бога, они бросают своих детей в огонь. О, Господи, я бы с удовольствием проводил бы свое время на этой конференции, но это невозможно. Мне нужно возвращаться обратно в колледж, где они устраивают вечеринки, пьют алкоголь, занимаются всем, чем заблагорассудится. Он сказал, «Могу ли я загрузить несколько мешков илом из Ордана и взять их с собой? И когда я приду на место, то разбросаю этот ил по той земле и воздвигну алтарь». «Услышал ли ты молитвы мои, и прибудешь ли ты со мной?» И Бог отвечал, «Возьми с собой эту землю и бери с собой, куда бы ты ни пошел, когда будешь почитать меня. Эта земля обратился в святую». Это непросто. Некоторые из вас единственные христиане у себя дома, куда вы вернетесь. Поднимите свой крест и несите. Бог сказал, «Я обращу то место в святую землю, потому что если вы несете крест, он может прийти в вашу семью через вас». Заберите этот крест в сумку. Один из вас возьмет крест. Ты возьмешь сумку с землей. Аплодируйте им. В заключении я хочу вам рассказать небольшую историю. Она абсолютно правдива. Во время Второй мировой войны несколько десятилетий назад в Камбодже царил жестокий правитель Пулпат. Он убивал всех, кто был образован, и всех, кто умел читать, всех, кто так или иначе проявлял свою религиозную принадлежность. Он начал истреблять их, потому что был коммунистом, и он хотел, чтобы атеизм царил среди его народа. Он посылал эскадроны смерти в деревни, потому что все образованные люди бежали в поселения, в джунгли, в Камбодже. Эскадроны смерти прочесывали местность и убивали всех неугодных. И когда они вошли в эту деревню, то выкопали канаву и заставили всех жителей выстроиться возле нее в шеренгу. Затем они начинают убивать людей, каждого выстрелом в голову, после чего тело несчастно падает в канаву. И так, одного за другим. И это продолжалось снова и снова, и в конце концов. Они добираются до одной женщины, приставляют оружие к его голове, а она кричит на родном языке «Бог! О Бог! О Бог! О Бог! Что умер чтобы спасти меня!» А она, говоря-то, не знала его имени. В Камбодже люди поклонялись сотням богов, но как-то истина была известна ей. Она знала только маленький кусочек этой истории, где где-то в мире существует Бог, который умер во имя о спасении людей. И именно от Него о Нем она подумала в этот момент. И тогда она сказала «О Бог! Который умер за искупление! Спаси меня!» Вдруг солдаты остановились, а они убрали пистолет, они сели в машину и уехали. И все люди, которые были спасены в изумлении посмотрели на эту женщину, которая воззвала к Богу. И они не знали Его имени, они ничего не знали о Нем. У них не было Библии, они не знали, кому она молилась и кому они молились, но с этого дня вся деревня, все, кто остался в живых, молились Ему и жгли свечи и воскуривали боговоние. Они не знали Его имени, они молились Богу, который умер во имя спасения людей. Внимательно, внимательно слушайте. Пятнадцать лет или двадцать лет спустя, как написано в книге, которую мне прислали, в эту деревню попал миссионер. Он начинает проповедовать им, показывать распятие, рассказывая о смерти Иисуса на кресте. Он не знал, что произошло ранее в этой дереве, когда Он рассказал им историю Христа, вся деревня упала на колени и начали плакать. Они начали плакать, потому что они узнали имя Бога, который был казнен. Это имя Его Иисус. Кто умер на Голговском Христе, это был Он, Его имя Иисус. Иисус Иисус. И я говорю вам сегодня, это собрание больше, чем просто хорошее служение. Я хочу, чтобы кто-то начал служить Богу, который умер за нас и взял свой крест. Вот почему мы дали вам крест, когда вы пришли сюда. Потому что я собираюсь дать вам возможность забрать свой крест. И я могу сказать вам одно, вы никогда не пожалеете об этом. Никогда в жизни крест никогда не причиняет вам вреда, ибо это знак его любви к вам. И вы никогда, никогда, никогда не пожалеете об этом, что взяли его крест навсегда в свою жизнь. Приехав сюда, я на самом деле познал Бога и отдал свою жизнь Ему. Но это произошло только здесь, когда я собрал все вместе в моей душе пастор призвал нас вчера взять крест Иисуса и встать и нести его, не стыдясь. Это было просто так вырваться из этой скорлупы. Я просто говорю, забудь, что о тебе думают люди. Это не имеет значения, только Бог может сделать вашу жизнь действительно счастливой. Всю мою жизнь я действительно беспокоился о постороннем имени, о том, что люди думают обо мне. Но теперь пришло время, чтобы не беспокоиться больше о них и беспокоиться обо мне в моих отношениях с Богом. Молодежь сегодня, как вы только что рассказали нам, богата лидерами, а мы должны объединяться в единое целое перед лицом Бога. Именно то, что мы делаем здесь на конференции под названием «Вперед!» Эта программа была создана для вас друзьями и партнерами Джентезен Франклин Министерс. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт gentizenfranklin.org Субтитры подогнал «Симон»